Итак, когда человек принимает свою судьбу, он входит в контакт со настоящим временем. А в настоящем времени живут две вещи, которые мы должны знать. Первая вещь называется чувство собственного достоинства или осознание своей божественной природы. Понимание, что Господь действует через тебя. Не ты действуешь, Господь действует, но через тебя. Это означает сильная позиция в жизни. Допустим, женщина унижается перед мужем, теряет красоту сразу. Потому что чувство собственного достоинства, когда правильно действует, человек становится влиятельным и красивым всегда. Неправильно действует, у него куда-то смещается все. Итак, девушка становится красивым, мужчина сильным. Когда он принимает себя, осознает, что он может, он верит в то, что все получится. Он не в себя верит, а верит в Бога, который действует через него. Если я правильно живу, если я все хорошее хочу сделать, я ничего плохого не хочу сделать. Тогда в этом случае Господь начинает действовать и Он дает тебе силы. И это называется чувство собственного достоинства. По факту это неправильное выражение. Потому что человек не может сам себя уважать. Нас уважает только Бог или не уважает только Бог. Если Бог нас уважает, то мы чувствуем, что все хорошо, что я правильно все делаю. И у меня есть вера в то, что я не должен быть униженным или гордым. Я просто должен быть сильным. И все. Кстати, это никто не отменял. Человек должен быть сильным. Некоторые говорят, это нехорошо быть сильным. Вот это никто не отменял. Женщина должна быть сильной. Знаете, есть такая философия, ты будь поскромнее вообще. Будь поскромнее, убери свою красоту, как бы веди себя очень скромно. И так, чтобы тебя никто не видел, не слышал. Потом бац, она замуж не может выйти. Здрасте, а что это такое? Знаете, из женщины вот ватрушку сделать несложно. Так же, как из мужчины. Давай будь смиренным, как бы. Смиренный такой весь уже совсем прям смиренный такой. А он даже не знает, что такое смирение. Думаю, смирение означает унижение. Он такой смиренный стал. Чего-то меня никто не хочет за меня замуж. Такой смиренный. Говорю, а кому такая ватрушка нужна? Никому не нужна. Сильный должен быть мужчина. Девушка тоже сильной, красотой. Иначе замуж не выйдешь вообще. Смирение это совсем другое. Смирение это понимание себя как души. То есть это вообще далеко-далеко до смирения. Это очень глубокая черта характера. Когда человек чувствует себя как маленькую вечную душу, вот это и есть смирение. Но это до этого еще вообще очень далеко. Сначала человек должен просто научиться принимать судьбу и понимать, что такое чувство собственного достоинства. Это когда ты не гордишься собой и не унижен, но ты веришь в то, что ты правильно живешь, правильно действуешь и веришь, что все будет хорошо. Это и есть чувство собственного достоинства. Это первое, да? И второе называется счастье. Сейчас означает сейчас, а тье означает существование. Когда человек принимает судьбу, он соприкасается с настоящим временем. А счастье бывает только в настоящем времени. Те люди, которые верят в счастье в будущем, они не соприкасаются с счастьем на самом деле. Они просто за ним бегут. И в этом беге за счастьем они и видят счастье на самом деле. Но это все равно, что бежать за медом, который... А, пытаться лизать мед, который находится внутри банки. Или еще второе ведическое сравнение. Это когда буйволы, они жуют тростник. Ну и они весь тростник сжевывают и выплевывают, потому что они сахар в нем добывают. Так жуют и сахар добывают. И потом, когда они видят лежит вот этот изжеванный тростник, они верят, что в нем есть еще сахар. И берут его, опять жуют, верят, понимаете, из веры. Потому что жевать больше нечего, а хочется. Это называется жизнь в будущем, когда человек верит в то, что будет потом счастье, понимаете. А надо его сейчас прямо испытать. Нужно принять судьбу, принять свою страну, своих людей, принять свою жену, своего мужа. Нет сил принять, молись. Силы даст Бог. Нет здоровья принять, слабости, плохо, раздражительность, слабость. Те надоели все. Природа. Природа даст тебе силы, ты успокоишься, примешь всех людей. Природа. И если ты говоришь, Олег Геннадь, что-то я одинокая. Это значит, ты не любишь людей. Божественное в людях не видишь. Иди, учись видеть божественное. Как? Сделай что-то хорошее с человеком. Я в одной бабушке увидел божественное. Просто сходил, я ей хлебушка купил. Она не могла перейти через дорогу. А дорога была широкая. Садовое кольцо. Машин 20 рядов. Как ее перейдешь? Она ничего не видит уже. Пошла за хлебом. Видно, дети бросили. Я побежал через дорогу. Купил ей хлебушка, принес. И она смотрит на хлебушек, на меня. Бабушка смотрит. И что я увидел в ее глазах? Материнскую любовь такую. Силу такую. Она в меня вошла. Заполнил этот момент свыше. Такая сила зашла. Спасибо. Сила зашла. И вот чем надо заниматься. То есть берешь, делаешь какой-то поступок и дальше видишь, как Бог действует через людей. И ты тогда начинаешь в бабушек верить. Бабушку видишь, какую-то раз вспомнила эту бабушку. Все. У тебя уже контакт с божественной природой в бабушках есть. Серьезно говорю. Или, допустим, что-то мужчине сделала. Мужчинам что-то делаешь хорошее. Они по-доброму начинают себя вести. Ты веришь уже в мужчин. Контакт уже у тебя есть с божественной природой. И когда твой муж начинает. А ты в это не веришь. Ты смотришь на него. Ты у меня хороший. И он так. И он расслабил сразу. Ты смотришь на него. Ты смотришь на него. Ты смотришь на него. Продолжение следует...